Музыка Руслан Безруков Лаки Бой Или спортсмен Большого Труда Давайте разбираться Музыка 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 Начнем издалека В футболе зачастую происходит так Когда тренер покупает игрока Из команды соперников С которой они недавно играли Вот несколько примеров Помните Рубин Бердееву встречался с командой из Израиля Хапуэль Дома мы их вынесли И еще как трофей забрали игрока Виброса Натха Решительный и хладнокровный на поле Но эмоциональный в жизни Или например Пеп Бвардио Когда строил Сити Позвал Гриндагана Который постоянно огорчал его в Германии Да, Пеп постоянно так делают По этому же пути пошел Леонид Викторович Слуцкий Поехали, 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 поехали Когда после игры с Нижнекамском К нам в команду переманил молодого полузащитника Слуцкий доверял Руслану И давал ему много игрового времени Но я помню комментарии наших болельщиков Которые приняли его в штыки Кто-то шутил над фамилией, что он не умеет играть Что он совершенно не заслуживает такого большого количества игрового времени Да, при Слуцком он забил всего лишь один гол Но лишь на мне нравилась его игра Вот когда он ушел с Слуцки Руслана посадили на скамейку И игровое время получал он только на дворовых площадках С казанской ребятней Не забывай наш первый вечер Да, и еще я помню, что Руслана отправили на помощь Рубину 2 Я ходил на тот матч И без руков играл там правого защитника Рашид Рахимов не давал времени Руслану Но и отпускать он его тоже не хотел Говорил, что парень ему нужен для тренировок А потом случилась травма Рожкова Так в составе появился создатель футбола Обычно для меня Руслан игрок такой же породы, как Витча Сейчас обещаю Я разговариваю вживую с ними обоими И это люди, которые просто живут футболом Им не важно где играть и на какой позиции Им просто важно играть Они видят мяч и у них сразу горят глаза Плюс они оба супер техничны Мы помним Радугу Безрукова Также прием мяча в Бровке помним Скоро будет матч против медийных игроков И уверен, что Руслан там покажет весь свой арсенал А теперь вернемся к нашему заголовку Ларки или все-таки Тру? Есть ли в его голах везение? Да, конечно есть Рикошеты, которые меняют траекторию полета мяча Но, как говорится, удача любит сильных Он много тренируется на владении мяча Над своей техникой и заряжен на удары Плюс он очень много смотрит на резок игроков Которые играют на его позиции Все это доказывает, что Руслан спортсмен с большой буквы С Он не только доказал Рахимову, что достоин места в старте Но и смог уговорить удачу играть в его команде Ну а пока скрестим пальчики за Руслана И пожелаем ему больших побед С вами был Лил Всем пока!